Национальный дивизион Наша команда дома нанесла разгромное поражение ближайшему преследователю. Матч со Святым Георгием из Суручен прошел под контролем Тираспинского клуба. Счет открыли гости, но в свои ворота. Так защитник святых парировал удар Роберта Тамбе. Кстати, именно Тамбе открыл счет голам и во втором тайме. Отличились также Юрий Кендыш, Владимир Ковачевич и Максим Кожакару. Итог 5-0 в пользу шерифа. Думаю, что если команда будет так настроена, как на сегодняшний день есть, сколько будет понимать это требование, какое у нас есть, что может стать еще лучше, конечно, хочу, чтобы исцелили команду с 2-3 футболиста, что раньше, чтобы готовиться для группы. Еще одну победу в туре одержала «Динамо Авто» в выездном матче против «Сперанцы» из «Ниспарен». Тираспольский клуб забил уже в компенсированное время автор гола Максим Михалев. И сегодня состоялась жеребьевка 1-8 финала Кубка Молдавии. «Динамо Авто» сыграет с маяком из дивизиона «Б» Бендерская-Тегина, едет в Ханчешты на матч с Петрокубом. Действующий обладатель Кубка Тираспольский шериф проведет матч против клуба «Серец» из дивизиона «А». Игры пройдут 25 и 26 июня. За что, собственно, борются игроки шерифа, показали юным воспитанникам футбольной академии. В День защиты детей юным чемпионам показали Кубок Молдавии этого сезона. С ним можно было сфотографироваться, а еще задать вопросы молодым игрокам, которые отыграли финал с основной командой. Это Вадим Дежиналь, Александр Белоусов и Евгений Берко. Это для меня мечта, которая стала явью. Это для меня большое достижение. Но это только самый первый мой трофей. Думаю, дальше будет только больше. Теперь к событиям на международной арене. В румынском Галатсе завершился юношеский чемпионат Европы по боксу. В соревнованиях принимали участие боксеры не старше 16 лет. В составе молдавской сборной выступили пятеро приднестровских спортсменов. Бронзовую медаль принес команде воспитанник бендерской школы Михаил Царанов. Весе до 48 килограммов он одержал победы над представителями Израиля и Армении. В полуфинале наш боксер уступил представителю Украины. Терраспольчане Януш Караван, Максим Ивашенко, Дмитрий Бабан и Николай Бурдюжа из Рыбницы остановились в шаге от медальных боев и заняли пятые места. Еще в одном международном старте принял участие наш паротеннисист Дмитрий Лавров. Этап Кубка мира, в котором спортсмены зарабатывают рейтинг для участия на пароолимпийских играх, проходил в польском городе Владиславово. Турнир собрал игроков 35 стран. Приднестровский теннисист, который представляет сборную России, завоевал второе место в личном зачете. На пути к финалу наш пара спортсмен одержал победы над представителями Иордании, Швеции и китайского Тайпея. В финале со счетом 1-3 Дмитрий Лавров уступил второй ракетке мира из Венгрии Эндре Майру и завоевал серебряную награду турнира. Впереди у нашего теннисиста еще два этапа Кубка мира и чемпионат Европы в Швеции. Что ж, путевка на Олимпиаду у нас уже есть. Надеемся, что на пароолимпийские игры наши спортсмены тоже поедут. Редактор субтитров А.Семкин